На прошлой неделе я обещал другой ролик, но у меня так горит от этой темы, что... В общем, привет, просветители! Начнём со стори тайм. Англицизм и наш всё. В один из прекрасных, как сейчас помню, весенних дней... Эй, денёк я никогда не забуду. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка практически залетает в душный кабинет. Мой ученик на уроке достает из рюкзака нож. Неожиданный поворот. По-моему, в стихотворении такого не было. Как мне объяснили практически на следующий день, ведь именно тогда мы с Петей продолжаем эксплуатировать одно и то же имя в каждом ролике. Отправились на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Так вот, мне сообщили, что мне очень повезло. Странно, но в тот момент я везунчиком себя не ощущал. Мне повезло, что я хорошо вёл документацию. Лучший классный руководитель в истории. Нет. И у меня есть протоколы всех бесед с родителями, отчёты психолога, социального педагога, папочка докладных, куда же без докладных, и папочки, желательно красной. И мне есть чем доказать, что в ситуации с ножом виноват не я. Наверное. Как мне повезло. На комиссии всех интересовало, как школа допустила. И дальше целый ворох претензий. Встреча была запланирована ещё до этой истории, поэтому там было что обсудить. Умная тётя хотела знать, почему пятиклассник прогуливает занятия. Хороший вопрос! Вернее, нет. Это как раз её не особо интересовало. Гораздо интереснее, как я ситуацию до этого довёл. Да, именно я. Это же мой ученик не дошёл до школы. Того, что я всякий раз сообщал об этом родителям, звоним во все колокола. Не звони сюда больше. И проводил беседы, что с Петей, что с родителями, было недостаточно. Второй вопрос. Почему у ребёнка практически не бывает выполненных домашних заданий? Ну, оставайтесь после уроков и делайте вместе. Вы же классный руководитель. Почему я не проконтролировал ситуацию со стрелкой? Вот эта стрелочка отлично поворачивалась. Которую забил Петя на весенних каникулах ученикам соседней школы. Но это было на каникулах. Как я вообще мог знать, что что-то подобное планируется? Ну, это же ваш ученик. Могли бы догадаться. Просмотрели все конспекты бесед, классных часов, отчёт посещения семьи. Ну-ка, психолог, отчитайся. Социальный педагог, топайте сюда. Ща до сути докопаемся. Знаете, сколько вопросов было адресовано маме? Удивитесь? Целых два. Эт на два больше, чем я думал. Откуда у ребёнка нож? Он просто любит с ним играться. Шикарный ответ и главное, никаких претензий не возникло. И будете ли следить за сыном? Да. Усё. Участие мамы в разборе проблем на этом закончилось. Дальше начались мои недоработки. Хотел бы я сказать, что это единственная история в моей практике с подобной комиссией схожей историей, но нет. И как показывают последние события, мы чётко держим курс на виноват кто и что угодно, только не семья. Я даже не буду спорить. Я ужасный педагог, отстойный классный руководитель. Признаю, всё так. Вот голова, вот горстка пепла. Сейчас будем публично посыпать. Но неужели к родителям в той ситуации реально вопросов больше не возникло? Нет. Почему ваш ребёнок не делает домашнее задание? Спрашивают у меня. А вот мама сидит. Может у неё? Нет? Окей. Проверка домашнего задания не работы мамы с папой, скажете вы. И судя по всему, так же думает и комиссия. И внимание, так же думаю и я. Но мы уже с вами обсуждали. Проверка домашнего задания и проверка наличия домашнего задания – это разные вещи. Давайте и все на секунду замолчим. Да, я слышу голоса. Очевидно. И склоним голову перед мощью слова «наличие». Представляете, ситуация. Родители приходят вечером домой и просят дитё показать тетрадь по-русскому. И не проверяют ошибки, нет. А просто смотрят, там домашняя работа-то есть или нет. И прикиньте, на следующий день ребёнок отправляется в школу с выполненным заданием. Хорошо или плохо – это уже другой вопрос. Тут как раз-таки учитель подключается. Но нет, это очень сложная система. У родителей времени нет, у них работа. Поэтому Петя будет делать домашнюю работу с вами. Ну, чё, звучит разумно. У меня-то лишнего времени хоть отбавляй. Ребёнок прогуливает занятия. Ну, не доходит мальчик до школы. Павел Викторович, вы должны перед первым уроком дежурить у входа и ждать Петю. А в это время в кабинете Павла Викторовича детки решат покидаться стульями. Ну, это ж я не объяснил, что мебель – не лучшая игрушка. И отправится наш аналог Ждуна по статье «Халатность». Что? Родители ребёнка довезти должны, раз уж он прогуливает. Не, у мамы с папой другие дела. Слушайте, а у меня тут идея родилась. А давайте вы будете заходить за учеником по дороге в школу. Ну, вам же по пути. Я понимаю, это звучит как бред. Горячечный. Но одну мою коллегу руководство школы обязало заходить за тремя своими учениками. И прям за ручку топать в школу. Ну, а что поделать? Либо так, либо будешь отвечать. Ну, детки-то в школу не ходят. И вот тут, внимание, родители же вроде как обязаны следить за своими детьми. Своими. Им же может даже нагоняет государство прилететь. А вы поинтересуйтесь, какой штраф платит семья за невыполнение родительских обязанностей. А учитель может работу потерять. И вот так сюрприз теряет. И сегодняшние новости это только подтверждают. На детёшку влияет всё. Игры, рэперы, злые учителя, оппозиционные политики. И, внимание, я не отрицаю, что социум на всех нас отпечатывается. Но мне искренне непонятно, куда из этого уравнения родители исчезли. Глава Лиги Безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что организация получила обращение родителей из-за выхода сериала Netflix «Игра в кальмара». По словам Мизулиной, дети могут посмотреть сериал, несмотря на маркировку 18+. Родители обеспокоены тем, что у некоторых людей, и особенно молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из сериала. Лига попросила экспертов-психологов изучить ситуацию. Даже при наличии возрастной маркировки, эти сериалы всё равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься, пояснила Мизулина. И как вы планируете заниматься этим вопросом? Мне реально интересно. Мы всё же отправимся в мир манной каши. Представляете, в мире есть вещи для взрослых. Привет, маркировка 18+. У нас есть взрослые игры, фильмы, алкоголь. И защитить детей от всего этого раз и навсегда можно только в двух случаях. Поместить ребёнка в вакуум или убрать из общества всё серьёзнее свинки Пеппы. Или убрать детей. И я скажу честно, уже жду, когда мой вотч-лист в Netflix и библиотека в PlayStation поредеют. Потому что, а вдруг детки увидят? Я, конечно, не сомневаюсь, что Мизулина также активно проверяет и сериалы НТВ, и мракобесие ТНТ, РНТВ. А, подождите, это же их электорат смотрит. Поэтому это трогать не будем. А вот то, что интересно молодёжи, можно спокойно обрабатывать. Родители ещё и спасибо скажут. Подросток в любом случае столкнётся со взрослой жизнью до 18 лет. И задача в первую очередь семьи подготовить его к этой встрече. Ну, знаете, воспитать, вложить какие-нибудь ценности в головушку, желательно на своём примере. Но это всё отвлекает от главного посыла. У нас демография страдает. Просто плодитесь. Заводим тройню. А, мы уж всё опасное запретим. И подождите, ведь они реально запретят. И в итоге взрослое население останется с контентом про Украину и ментов. Потому что это для детишек не опасно. Вы знаете, существуют книги, предназначенные исключительно для взрослой аудитории. И даже несмотря на значок 18+, вот такой вот. Некоторые дети всё равно смогут с ними ознакомиться. Но ребёнок не сможет прочитать опасную книжку, если его не учить читать. Или всё-таки сжигать книги. Информация для размышления. За последние несколько лет наша страна потребовала удалить материалов из интернета больше, чем все остальные государства вместе взятые. За последнюю пару лет мы уже успели привыкнуть к тому, что трагические ситуации в образовательных учреждениях происходят с пугающей регулярностью. И вот так сюрприз, виноваты всегда работники школы. Ну и аниме с играми. И я не хочу сказать, что учителя или администрация не могут халатно относиться к своим обязанностям. Но я читаю очередную статью и задаю один и тот же вопрос. А где родители? Тут виноват директор, здесь зауч. Куда смотрел психолог, где был классный руководитель. Куда смотрели мама с папой, никого не интересуют. Они просто исчезают из подобных рассказов журналистов. Ну, родители работали, у них не было времени. А зачем вы тогда ребенка завели, если у вас нет времени? Что, все как у людей и детки наше счастье? А, ну еще стакан воды. Наши любимые водохлебы. В ролике про Child Free я уже приводил пример с собакой. И здесь все то же самое. Я очень хочу щеночка, но у меня ипотека, кредиты, зарплаты 10 тысяч. И поэтому я работаю на трех работах. И дом появляюсь только под ночь. Стоит мне щенка заводить? И практически каждый в этой ситуации. Не мучайте животное. Мы в ответе за тех, кого приручили. И да, если ваша собака что-то натворит, спрашивать будут с вас, а не с соседа, не с дворника. Потому что вы должны заниматься своей собакой. Но если речь заходит о ребенке, улицы со школой воспитают. Мы же как-то выросли. И в итоге получаем. Школа не досмотрела. А семья? Ребенок дома не в безвоздушном пространстве находится. Преступник попрощался с 11 классом несколько лет назад. И все равно в комментариях. Наверное, учителя проморгали. Да, мы уже все поняли, что школьный психолог редиска. И виноват во всем. Но хотя бы поинтересоваться. А что дома у подростка происходит? Не-е-е. Помните в прошлом ролике? Он играл в Counter-Strike. А какие отношения были с родителями? Да, не важно. Естественно, главное Counter-Strike. И я неоднократно говорил. Не может существовать государственная пропаганда бездумного деторождения, зайками и лужайками, и ответственное родительство. Если вам важно только количество, вы закроете глаза на качество. И вы не будете делать крайними тех, кто этих самых налогоплательщиков и солдат вам производит. Уровень бедности в семьях с двумя детьми составляет 24%. А в семьях с тремя и более детьми более 52%. В целом уровень бедности в России на данный момент составляет 12,4%. Пишет ТАСС. И при этом мы слышим истошные крики. Нам нужны многодетные семьи. Каждая вторая многодетная семья за чертой бедности. Чтобы хоть как-то прокормить детей, родители будут убиваться на работе. И да, многим таким семьям будет не до разговоров с детьми. Люди просто выживают. Ну, не стоит волноваться, виновные будут найдены. Нет, ну реально, вы просто почитайте последние новости. Директор расстрелянной гимназии номер 175 стал обвиняемой. В Махачкале в результате конфликта между двумя школьниками один из них погиб. Во время драки учащийся девятого класса ударил другого ножом. Позднее тот скончался в больнице. Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства. По статье «Халатность» против директора школы и его заместителя. А также по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против руководства частного охранного предприятия. Уполномоченный по правам ребенка в республике Дагестан заявила, что у нападавшего были проблемы с учебой и поведением. И тут же заявляют, необходимо дать жесткую правовую оценку. Действием родителей? Нет, а зачем? Проверять будем только школу, где подобные статьи о родителях преступников. Уже появилась информация, что на одном из родительских собраний мама заявила, ну, он же мальчик. И не мне обсуждать, кто и в чем виноват. Может быть, в этой ситуации данные педагоги реально крайние. Но только они виноваты? Только они проглядели? Только психолог не заметил, у которого еще 800 учащихся? Друзья, если в вашей семье воспитанием ваших детей занимается школа, у меня для вас очень плохие новости. Фиговая у вас семья. А вот новость от министра просвещения с форма классных руководителей. Ну, тех, кто в будущем крайними станут. Если, конечно же, преступник не окажется анимешником или геймером. Воспитание личности – приоритетная задача государственной политики Российской Федерации, которая реализуется всеми ведомствами и структурами. Хорошая фраза, красивая. Всеми ведомствами и структурами. О семье вообще ни слова. Ну, вот и будет государство детей воспитывать. Нет, ну с такой формулировкой, естественно, виноваты директоры зауч. Они ж представители этого самого государства. А мама с папой что? Ничего.